В этот день ни на сцене, ни в зале не было случайных людей. Близкие друзья и соратники по саровскому рок-движению – поклонники творчества. Известный музыкант и поэт Андрей Тенигин погиб в автокатастрофе в ноябре прошлого года. Он оставил после себя огромное количество стихов и песен, которые и легли в основу концерта памяти саровского музыканта. Это богатое наследство творческое, которое он оставил, не могло исчезнуть бесследно. Он продолжает жить и продолжает жить в творчестве тех людей, которые были ему близки. Творчески просто по жизни были близки. И вот таким образом мы решили почтить его память и, собственно, продлить то дело, которое он нес на протяжении своей жизни. Творческая деятельность Андрея Тенигина началась в школьном музыкальном ансамбле. Большая часть песен была написана в составе группы «Тайсо». Последним проектом музыканта стал коллектив «Край». По словам саровских музыкантов, Андрей Тенигин сыграл огромную роль в развитии музыкального рок-движения в нашем городе. «Край» Вечер памяти Андрея Тенигина прошел в формате квартирника. Музыкант любил устраивать мини-концерты в уютной домашней обстановке на кухне или у себя в гараже. Там же и рождались песни. Друг и коллега Андрея по музыкальному цеху Станислав Курчев вспоминает, что иногда на создание новой композиции уходило буквально 15 минут. Некоторые песни рождались годами. Все они были о внутренних переживаниях, спорах и мечтах творческого человека. Мы встречаемся с теми музыкантами, с которыми творческие по жизни были достаточно долго близки. Но и сам формат дает возможность и для импровизации, и для того, чтобы показать те наработки и те интересные музыкальные решения, и поэтические, которые были сделаны ранее. Стихи Андрея Тенигина публиковались на известных литературных сайтах и не раз получали высокую оценку коллег и экспертов. А его песни навсегда останутся в репертуаре саровских рок-коллективов. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.